День веков хронограф 10 июня 1776 года французский король Людовик XVI тайно выдал драматургу Бомарше миллион ливров для передачи их на нужды борцов за независимость США. Король отнюдь не был республиканцем, но политические соображения требовали ослабления традиционного врага Англии. Что ж, цель была достигнута. Соединенные Штаты получили независимость. Но недаром говорится, не рой яму другому, сам в нее попадешь. В 1789 году в самой Франции разыгралась революция. И Людовик был арестован, а в 1793 году казнен. Впрочем, это было только начало террора. А 10 июня 1794 года по инициативе Максимилиена Робеспьера Конвент принял закон о реорганизации революционного трибунала. И кабинский террор достиг своего пика. Новым законом были запрещены апелляции и касации. Выслушивание свидетелей. Единственной мерой наказания стала смертная казнь. Если за предыдущие 13 месяцев существования трибунала были вынесены 1220 смертных приговоров, то за последние 49 дней до падения Робеспьера около 1400 приговоров. Причем многие жертвы были ни в чем не виноваты. Антуан Квентин-Фуке Тинвиль, прокурор революционного трибунала в годы якобинского террора, также родился 10 июня. Произошло это в 1746 году. Друг и родственник журналиста Камиля Демулена с самого начала поддержал революцию во Франции. Вскоре он стал помощником прокурора в уголовном суде Парижа, а в марте 1793 был назначен прокурором революционного трибунала. С усердием взявшись за дело и не испытывая никому жалости, он приговорил к казни свыше 2400 контрреволюционеров, включая французскую королеву Марию Антуанетту, бывшего друга Демулена, Джерандистов и Эбертистов. Когда глава якобинцев Робеспьер был арестован, Фухье Тинвиль предстал перед судом и был приговорен к казни на геолиотине. Безуспешно пытаясь отвести от себя обвинения, он отвергал какие-либо личные проявления насилия и утверждал, что просто выполнял приказы революционного правительства. Но никто не счел его аргументы убедительными. Впрочем, все эти казни не мешали революционным порядкам распространяться вширь по всей Европе. Новым их носителем стал генерал Наполеон Бонапарт, 10 июня 1809 года отлученный от церкви Папой Римским, Пием VII, после оккупации Рима французскими войсками и объявления императора о присоединении Папской области к Франции. В июле Папу арестовали, перевезли во Францию и держали в заключении до 1814 года. 10 июня 1828 года во время очередной русско-турецкой войны русский флот одержал победу. Отряд русской грибной флотилии из 16 канонерских лодок под командованием капитана 1-го ранга Заводовского, пройдя под выстрелами крепости Браилов, напал на стоявшую в Мачинском рукаве турецкую флотилию из 23 судов и после трехчасового боя разбил ее, взяв в плен 12 турецких судов. Большинство европейских держав в ту эпоху усиленно расширяли свои заморские владения. Так, 10 июня 1863 года французским экспедиционным корпусом была захвачена столица Мексики – Мехико. Создана марионеточная Мексиканская империя, во главе которой Наполеон III поставил австрийского эрцгерцога Максимилиана Габсбурга, который прибыл в страну через год и был провозглашен императором. У французов была только одна проблема, мешающая осуществиться их планов в Мексике. Это сами мексиканцы. Законный президент Мексики Бенито Хуарес Гарсия покинул столицу и вместе с республиканскими войсками начал партизанскую войну, которая завершилась победой в 1867 году. Гораздо более успешными были действия местных американских колонизаторов. 10 июня 1898 года в ходе Испано-американской войны американцы высадились на Кубу в бухте Гуантанамо. Месяц спустя испанский гарнизон на Кубе капитулировал. Война завершилась утратой Испании колониальных владений в Карибском бассейне и Тихом океане. Сегодня 10 июня. Вы смотрите программу «День веков и кронограф». Теперь мы расскажем вам о событиях, которые произошли в области науки в разные годы и века в этот день. 10 июня в 1706 году родился Джон Доллар, английский инженер-изобретатель зеркального телескопа. Собственно, именно ему мы обязаны существованием современной астрономии как науки. Новый телескоп значительно расширил возможности наблюдения за небесными светилами. А 10 июня 1832 года родился Николаус Август Отто. Немецкий конструктор. Создатель первого практически пригодного четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Он не получил никакого систематического образования. Был некоторое время мелким камевояжором по продаже бокалейных товаров. В начале 1860-х годов Отто заинтересовался двухтактными двигателями «Ленуара» и привлек к финансированию своих проектов видного промышленника «Лангена». При его поддержке соорудил пригодный для использования двигатель, получивший золотую медаль на парижской выставке 1867 года. Отто продолжал совершенствовать образцы и в 1876-м создал четырехтактный газовый двигатель. На механизм такого типа был ранее получен патент французским «Боде Роша», но Отто первому удалось не только начертить двигатель на бумаге, но и построить его. Именно двигатель Отто стал основой для дальнейших работ в этом направлении и в итоге привел к созданию современных автомобильных двигателей. 10 июня 1907 года французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печатания цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино. Вообще, братья Огюст и Луи Люмьер известны как изобретатели кинематографа и постановщики первых в мире фильмов. Кстати, само название «кинематограф» принадлежит братьям Люмьер. Оно основано на соединении двух греческих слов – «кинема» и «графо» – «писать». Изобретателем кинематографа и был Луи, владелец мелкого завода, но Огюст помогал ему и в дальнейшем, был активным участником геносъемок. Первый киносеанс состоялся после Рождества 1895 года в Гран-кафе на бульваре Капюсин, бульваре Капуцинов. За 1895-1996 годы ими было снято около 50 коротких лент на разные темы. Братья Люмьер являются изобретателями многих приемов киносъемки, ставших ныне классическими, ну, например, тревелинга, впервые использованного именно ими как проезд в гондоле по одному из венецианских каналов. Снимали картины, являющиеся аналогами современного документального кино. Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота, выход рабочих с завода Люмьер, комедии «Полит и поливальщик», игровых и даже поэтических картин «Купание Дианы». Киносеансы проходили под аккомпанемент пианино или саксофона. Изобретение быстро распространялось по Франции и Европе, а братья Люмьер не могли конкурировать с пришедшими в кинематограф новыми художниками. Сняв в 1898 году фильм «Страсти Иисусовой», Луи Люмьер заявил, что снимать кино больше не его дело. В 1919 году он был избран членом Французской академии наук. В 1946 году за два года до смерти передал французской синематике около 1800 лент, снятых им вместе с братом. Заметим, что во Франции учреждена премия имени Луи Люмьера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова